И все, привет, ребят, с вами Старбайк, если я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен продолжению обзора устройств с ралли Танкара, первый видос уже вышел, в описании ссылочку на него также оставляю, если вдруг еще не видели, то можете даже поставить на паузу сначала этот видеоролик, посмотреть предыдущий видеоролик, посвященный штурмовой кассете, ну а сегодня мы продолжаем и будем обозревать устройство, которое называется крупнокалиберное картечь, это второе устройство на молот из ралли Танкара, посмотрим, как оно себя проявит, ну а также посмотрим, насколько оно сильное, имбовое или не имбовое, насколько оно жесткое, у нас должен быть увеличенный урон, большая-дольшая перезарядка, посмотрим на работу его на расстоянии, ну и пикаем в матчмейкинг, пока что остаемся на викамолоте, попробуем посмотреть сначала этот молот с ним, после штурмовой кассеты, конечно, немножечко остаются такие смешанные ощущения, посмотрим, что у нас останется после крупнокалиберной картечи, ну а вы не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот замечательный канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики, ну и также не забывайте про розыгрыш на 2 миллиона кристаллов на 30 тысяч танкоинов, прямо сейчас у нас есть розыгрыш, в описании ссылочка и информация по этому поводу имеется, так тимпшечку устанавливаете и все дело красиво реализуете, так, 3 резиста у нас от молота у противника имеется, первый выстрел я дал, но ничего не понял, если честно, что у меня произошло, по ощущениям это какая-то крупнокалиберка на рельсу с большей перезарядкой и с повышенным уроном, может быть это старый дефолтный молот, сейчас посмотрим, 1200 урона, 1200 урона, как-то маловато урона, если честно, как будто маловато урона летит, 1200 как-то, как-то как будто даже не серьезно, как будто даже не серьезно, это еще если учитывать тот факт, что я с кризисом, опа, 2000, но это тоже посерьезней, 2100, а сколько у нас вообще наносит дефолтный молот урона, перезарядка очень долгая, перезарядка крайне долгая на этом устройстве, но урон 1200, 1200 по ДАшнику, как-то немного, немного, как будто немного, как будто не жестко, давайте попробуем сейчас еще пару-тройку выстрелов дать, 1700, 1700, 1700, 200, расстояние тоже хорошего у этого устройства нету, и так как будто выглядит, что слабое устройство, после штурмовой кассеты выглядит как-то не очень, не очень, не очень, есть ощущение, что дефолтный молот сильнее, чем это устройство, есть ощущение, что дефолтный молот сильнее, чем это устройство, возьмем, попробуем гипериона, посмотрим, какие цифры у нас по урону будет вылетать с ним, потому что по кризису особо, ну как бы есть плюс по урончику, но мы долго не живем, поэтому попробуем сыграть на кризисе, ой, на кризисе на гиперионе, по полторушке у нас за выстрел, перезарядка долгая, и на тычку тоже дополнительный выстрел моментально невозможно выдать, да, то есть есть промежуток по расстоянию, дистанция этого устройства тоже небольшая, ну и урон какой-то такой средний, давайте попробуем сыграть, наверное, тогда полбоя на этом устройстве, а дальше переоденемся на какой-нибудь дефолтный молот, по типу молота, например, со статус эффектом, и посмотрим, как проявить себе статус эффектник по сравнению с этим новым устройством, да, по сравнению с этим новым устройством, но по цифрам выглядит прям очень плохо, как будто урона не хватает этому устройству, урона не хватает, да, то есть с таким уроном его, ну, наверное, сильно не реализуешь, 2600 стычки, 2600 стычки, но это по бездашному танку летит ваншот легкого танчика, да, попробуем сейчас овердрайв прожать, посмотреть, что у нас будет под овердрайвом, мне еще раз дали криты, с критами по 800 урона, крит наносит урона меньше, чем обычный выстрел по ощущениям, сейчас проверим, так ли это на самом деле, 800 урона было там, прожимаем овердрайв, 1600 с обычной тычки, да, 1600, и скорость, кстати, под овердрайвом довольно неплохая, скорость под овердрайвом довольно неплохая, 2600 стыки, 2600 стыки, по безрезу, возможно, может и неплохо, но если играть против резистовых молотов, то есть такое ощущение, как будто урона крайне-крайне мало, крайне мало урона, расстояние вроде как тоже устройство неплохое, 1300 урона стычки, но очень долгая вот эта вот перезарядка, перезарядка между выстрелами очень долгая, и сама перезарядка в целом тоже, как плюс-минус у старого молоточка, 260 очков, у нас 12 киллов за 5 минут боя, пока что выглядит не жестко, выглядит не жестко, штурмовая кассета точно смотрелась поинтересней, чем это устройство, так, но пока мы не расстраиваемся, не расстраиваемся, будем пробовать еще реализовывать, а дальше уже, когда ближе к половине этому бою подойдем, я попробую одеть другое устройство и посмотреть, как оно себя будет проявлять, использовать какой-то другой корпус с этим устройством, наверное, особо большого смысла не имеет, реализация с диктатором, я думаю, что работать не будет, хоппер, ну в теории можно, но ты особо плюса никакого с этого не получишь, как с штурмовой кассеты, поэтому в целом, наверное, ну, мы можем остаться на викинге, да, мы можем не менять здесь корпус, останемся на нем, но очень долгая перезарядка, очень долгая перезарядка, чтобы такое устройство было конкурентно способным, на нем должна быть намного быстрее перезарядка, такой перезарядкой мы далеко точно не уедем, да, ну и если у нас такой урон, да, если у нас такой урон, если бы у нас урон был бы больше бы, да, например, я бы стычки бы сейчас бы наносил бы по 2000 урона по ДАшному, да, и был бы ваншот легкого танка, то тогда бы я бы, наверное, сказал, что в принципе все нормально, но так как у нас нету большого урона, то это выглядит не сильно, это выглядит не сильно, 1100 урона еще дополнительно залетает, проходит у нас уже 6 минут боя, думаю, что давайте мы сыграем сейчас еще один респ, и дальше переоденемся на статус эффектник, возьмем молота с пробитием, да, дефолтного молота с пробитием возьму, и посмотрим, как он будет себя проявлять, как он будет работать, по ощущениям кажется, как будто он будет сильнее, как будто он будет сильнее, посмотрим, что у нас вообще по иммункам у противника, это иммунки вроде как все от Эмми у противника, если я не ошибаюсь, да, вроде как это Эмми, проверим на всякий случай, чтобы сейчас ерунду не одеть, так, да, это иммунка от Эмми, Значит, мы берем молота с пробитием Мы берем молота с пробитием Для сравнения Для сравнения, чисто для сравнения Где у нас молот с пробитием Бронебойный выстрел Так, вот так вот берем Ну и пробуем, посмотрим, что у нас будет с ним Что у нас будет с этим молотом Так, по пробитию 1600 Ну вот видите, насколько быстрее идет перезарядка Насколько быстрее идет перезарядка Боже, какой овердрайф печальный прожел Но перезарядка совсем другая А цифры урона, ну я бы сказал, вообще не отличаются Вообще не отличаются То есть, может быть, нам у нас не доработали это устройство Да, на средней дистанции оно наносит больше урона На средней дистанции 100% то устройство наносит большее количество урона Но с такой долгой перезарядкой как будто выглядит, ну, слабо Как будто выглядит слабо Да, я здесь вижу, что у молота и так цифры урона небольшие Но здесь у нас есть, например, статус эффект То есть я наношу пробитие И потом под пробитием уже накидываю урон по противнику И спокойно быстро его забираю С тем молотом у меня такой, например, возможности нету Да, как есть с этим молотом возможность Соответственно, это будет уже смотреться интереснее и сильнее Да, за счет того, что я просто кину пробитие И потом быстро доработаю противника Либо оставлю его без аптечки Также я думаю, что тот же условный слагерь Может смотреться даже интереснее Ну и как такового прям Плюса я не заметил От устройства с крупнокалиберной картечью Так, что касаемо боя, мы проигрываем Проигрываем 500 очков у меня практически имеется Тут противничек уже нас выпушивает по респу Пробитие по аресу накидываем Что делает этот титан, я не понимаю В твоей волне чисто челик играет Так, у нас противник здесь есть на центре Мне бы по-хорошему вообще выстрелы бы разряжать Чтобы просто пробитие наносить Ну и сам молот как будто занерфили, нет? Есть такое ощущение, как будто пушку у нас занерфили Как будто тот молот, который был пару недель назад Он был совсем другой, совсем сильный Да, а вот этот вот как раз таки молот Ну не выглядит таким сильным Не выглядит таким жестким Не выглядит таким интересным Как будто это уже совсем-совсем другой молоточек Так, наносим здесь урончика неплохо Въезжаем в центр под точку И пробуем забирать Пробуем забирать Противник у нас раздает криты Ну а мы благополучно уходим вместе с вами на респаун Так, 500 Ой, 500, говорю, 5 минут у нас до конца Давайте попробуем захватить хотя бы точку на центре Ну тут меня овердрайвом просто-напросто уносят И по ходу дела Мы эту каточку благополучно быстро проигрываем Да По ощущениям, что я вам могу сказать Но Как будто крупнокалиберная картечь Должна быть с большим уроном Чтобы она смотрелась интересней И чтобы в ней был смысл Я думаю, что такое устройство будет дорабатывать Да, и дадут ему больший плюс По урону Либо будет чуть медленнее перезарядка Потому что там с такой перезарядкой Ну, выглядит слабовато Выглядит очевидно слабовато И, например, какой-нибудь там слагерь Дефолтный Да, либо молот с обоймой увеличенной емкости Может в моменте даже смотреться интересней Да, потому что у него нет увеличенной никакой перезарядки Ну, ладно Есть у обоймы, да, увеличенной перезарядки Из-за того, что там 5 выстрелов Но она даже там не чувствуется Относительно недавно я тестировал это устройство И оно смотрелось очень хорошо Да Поэтому Если сравнивать штурмовую кассету И крупнокалиберную картечь То я бы к штурмовой кассете Точно намного больше бы присмотрелся Чем к крупнокалиберной картечи Но Быть может это просто такой бой Да И Мне просто так не повезло Да Нужно смотреть на дистанции Как это все дело будет себя проявлять И показывать Пока Ну, наверное, полностью выводы делать Еще рано Но в целом Крупнокалиберная картечь Показала себя Не в таком жестком ключе В котором она могла бы себя показать Да, то есть здесь не было никакого Колоссально большого урона Не было быстрой перезарядки стычки И между тычками тоже у нас нет перезарядки А если нет Большого урона и долгая перезарядка стычки То ДПМ пушки Уже Выглядит Не таким большим Ну и сам молот Как-то Себя что-то стал Слабо показывать Как будто его что-то перенерфили Что-то вот Была нормальная Дефолтная пушка Начали делать из нее более сильную Сделали супер сильную А потом начали нерфить эту супер сильную По итогу теперь опять Молот стал даже хуже Чем тот молот Который был до всех этих обновлений Да До того момента Как его начали апать Да, то есть сделали вот эту вот Большую скорострельность А по итогу С этой большой скорострельностью Теперь у нас урон работает Хороший только на ближней дистанции Как только дистанция разрывается Сразу молот начинает себя показывать Не в лучшем виде Да А если ты Хочешь работать в упоре И накидывать большое количество урона Тогда получается Что лучше использовать Например ту же жигу Да То есть здесь уже такое Такое чувство какое-то Непонятное Хотя вот это именно Крупнокалиберная Картечь на средней дистанции Наносила неплохой урон Да Плюс-минус наверное Что-то между слагерем И обычным дефолтным молотом В целом как-то так Пишите что вы думаете По поводу этого устройства Прожимайте лайки Подписывайтесь на канал Если вы еще вдруг не подписаны Нажимайте на колокольчик Дай мне пропускать новые видеоролики Ну и также не забывайте Про розыгрыш На 2 миллиона кристаллов На 30 тысяч танкоинов По моему личному тегу Вот здесь вот Тежечку устанавливайте В настройках игры В аккаунтике Ну а дальше Оформляйте покупку И заполняйте форму В описании У меня друзья на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok